Начинаем очередное заседание нашего семена. Сегодняшняя тема «Наглядная статфизика. Твердый целый геокровный звезд» Михаил Анатольевич Попустин, с категории общей физики. Как положено категории общей физики, будет рассказывать про то, как угадывать ответы на сложные задачи с помощью размахивания руками, с оборудованием размерности и прочей физической зависимости. Значит, я бы также отпускаю немного для задействия присутствующих. Значит, я предполагаю, что нужно брать себе тему для эмиграции, только когда будет после семинара, то найти и познакомиться с докладочками. Итак, тема следующего семинара еще полностью не ответила, В качестве подступительных слов, почему то, о чем я буду рассказывать, интересно мне, и почему мне хочется это рассказать. Во-первых, сама тема «Статфизика» — это удивительная и чудесная вещь, как получать совершенно точные, определенные ответы, как раз из того факта, что мы ничего не знаем. Чем меньше мы знаем про систему, тем лучше. В какой-то момент начинают сложные системы себя вести проще, чем менее сложные. Вот это удивительно. Но на чем это основано, мы сейчас увидим. И вторая вещь, которая меня удивляет, и про которую я веду спецкурс с названием «Наглядная термодинамика», и вот сейчас хочу доложить, что многие термодинамические понятия, к которым мы привыкли, которые мы даже ощущаем руками против тепла, они имеют ясную квантовую природу. При этом из квантовой механики нам нужно очень мало. Самое главное — представление о отдельных квантовых состояниях, другими словами, о дискретных уровнях энергии. Значит, как это здесь играет, тоже мы сейчас увидим. Я постараюсь писать как можно меньше формул и как можно больше махать руками. Чтобы был какой-то фундамент, с которым мне руками махать, мне надо ввести понятие беспорядка, понятие энтропии. Значит, сейчас нарисую мне эту картинку. Эту картинку я сразу признаюсь, стащил у знаменитого математика и физика Роджера Петроуза. Она мне настолько понравилась, что я ее с тем пор рисую. Значит, вот здесь у меня нарисовано фазовое пространство. Тут на доске оно маленькое. На самом деле, фазовое пространство любой реальной системы, оно огромное. Оно, во-первых, имеет количество измерений порядка 10-20-й, 10-25-й. Во-вторых, клеточки фазового пространства, то есть отдельное состояние, они очень маленькие. Ну, что такое отдельное состояние, к этому перейдем чуть позже. Главное вот, что, значит, система из многих частиц беспорядочно блуждает по вот этой вот штуковой. Откуда же здесь берется порядок, если мы совершенно не можем сказать, в какой точке она сейчас находится. Оказывается, и в этом основная вещь, нас там не интересует конкретная клеточка, где сейчас сидит система. Нас интересует очень большая клеточка. И самое интересное, что размеры больших клеточек, они принципиально различаются между собой. То есть большую клеточку принято называть максимально наукообразным образом макросостояние. Макросостояние – это нечто, что характеризуется макропараметкой. Ну, для обычных статистических задач – это что? Это температура, пока мы не сказали, что это такое, но из реальной обычной жизни представляется, что это давление. Это, может быть, полная энергия системы, хотя, если система замкнутая, то энергия известна только. Если система из нескольких частей, может быть, из нескольких фаз, то доля вещества в определенной фазе, ну, допустим, я ее обозначу, и так далее. Может быть, концентрации каких-то растворов, которые здесь есть. Но этих параметров в любом случае немного. То есть это клеточка в другом фазовом пространстве, да, Михаил Анатольевич? Нет, сейчас я расскажу. Значит, одна клеточка, которая соответствует определенным значениям, например, температуры и давления, от T, не совсем хорошо говорить именно температура, потому что это как раз равноясная вещь. Но давайте в качестве макросостояния выберем в данный момент, вот рассмотрим модельную задачу. Выберем, возьмем ящик, это уже настоящее пространство, разделим его, ну, скажем, на 6 частей, и условными линиями, то есть частицы могут себе спокойно летать. И в качестве макропараметров у нас будет доли сколько частиц в каждой из этих клеток. Можно плотность померить, да? И плотность мы, допустим, будем мерить с точностью до, ну, там, десятой доли процентов. И какие у нас могут быть макросостояния? Например, что все они одинаковые. Например, что здесь больше, тут чуть-чуть поменьше. Например, тут ничего вообще нет, а здесь много, а здесь вот, здесь какие-то остатки. То есть некое гораздо меньшее количество параметров характеризует наше макросостояние. То есть в качестве макропараметров мы просто берем то, что удобно мерить. Можем брать температуру вот в этих клетках. Итак, что получится? А вот оказывается, что если мы тщательно посчитаем объемы этих макросостояний, то они не будут вот здесь вот так же примерно одинаковые, как там. Нет, у нас будет вот одно макросостояние, вот другое макросостояние, вот третье, вот четвертое, пятое, шестое и так далее. То есть большую часть фазового объема съела одно единственное макросостояние. Причем то, что нарисовано здесь на доске, оно даже приблизительно не дает представления о масштабах, о реальных масштабах того, насколько отличаются эти клетки. Ну, давайте возьмем какой-нибудь простенький подсчет. Пусть, возьмем вообще две просто клетки, делим вот это вот пополам. И, значит, какова вероятность, что если у нас здесь одна молекула, что она именно вот в этой части, да? Ну, значит, одна вторая. Если у нас здесь две молекулы, то вероятность, что она именно в этой части, а не в той, это на четвертой. Если у нас здесь двадцать третий молекул, вероятность то, что они соберутся все здесь, это, значит, извините, два в степени минус десять двадцать третий. Это ужасно маленькое число. По сравнению с... Даже если мы попробуем сделать вот у нас десять двадцать третий молекул, а мы сюда перекинем от них относительно небольшую часть. Ну, то есть вот на процент изменим. Десять в двадцать первой лишних молекул будет вот здесь. Значит, там будет некий множитель, в общем, я его не буду писать, но в любом случае он как бы сильно изменит картину, но не сможет погасить то, что разница вот этих вот фазовых объемов, она порядка вот... вот отличается примерно в такое количество раз. Если мы сюда, значит, лишнее количество молекул покидали. Значит, я для упрощения, действительно, всю комбинаторику, которая даст здесь довольно большое число, спереди опускаю. На это комбинаторика вот этот множитель все равно не задавит. Но он слишком большой. Там будут биномиальные коэффициенты. Да, да, да. Будут биномиальные коэффициенты, которые... Они существенные, но вот это они не давят. И, значит, вывод главный остается такой, что... Тот вот вариант, когда у нас в достаточной мере все равномерно соответствует клетке базового объема, значит, огромное количество раз, то есть большее, чем, значит, все остальные макросостояния. И если система у нас в каком-то, неважно в каком стратном состоянии создана, вот здесь, допустим, она начнет блуждать туда-сюда и, в конце концов, окажется в этой области довольно быстро, а из нее она уже очень долго не выйдет. Большую часть времени будет торчать здесь. Вот это общая причина, почему термодинамика, почему стратфизика работает. Значит, прежде чем я дальше пойду, мне надо на самом деле сказать одну вещь. Я вообще буду высказываться нарочно без лишней круты, сказал. Высказывать мнение более жестко, чем я на самом деле думал. Там все-таки интересно. Так вот, есть некая проблема, которая, в общем-то, не до конца решена. Кто, собственно, сказал, что вот эти вот клеточки равны вероятности в базовом пространстве? Система может путешествовать, а вдруг какая-то клетка притягивает к себе, и если система там окажется, она будет там сидеть. Так вот, эта вещь имеет название знаменитая проблема эргетичности. Если подходить к этому делу не очень строго, то можно привести довольно простые аргументы в пользу того, что здесь все равновероятно. Ну, например, сказать, что это марковские процессы, вероятности определяются, значит, это есть некая система, которую мы периодически производим измерения. Я закончил ругаться, значит, можно множеством других способов подходить этому делу и получить некие свидетельства в пользу того, что, наверное, все равноверно, наверное, разновероятно. Есть, опять же, довольно хорошие экспериментальные, поэтому подтверждения строгого доказательства нет. И мое мнение по этому поводу состоит в том, что до тех пор, пока мы не знаем, как действительно ведет себя большая квантовая система, до тех пор, пока не решена знаменитая проблема измерения в квантовой механике, мы так и не узнаем ответа на этот вопрос. Но это мое частное мнение, у него не обязательно полагается. Ну, теперь факт тот, что здесь все достаточно равновероятно. И тогда мы можем попытаться ввести какую-нибудь величину, которая характеризует вот эти вот фазовые объемы. А из-за равновероятности мы получаем, что и вероятность находиться в системе в определенной клетке, в определенной области фазового объема. Что мы от этой величины хотим? Ну, вы знаете, что бывают в физике величины, так сказать, интенсивные и экстенсивные. Интенсивные это, например, те же давления и температуры, мы когда несколько систем склеиваем вместе, что у нас получается? У нас, и предположим, там были одинаковые температуры и давления, мы знаем, что так и останется все. То есть в общей системе температура та же, давление тоже. Бывают, наоборот, экстенсивные величины, вроде энергии, объема, они суммируются. Или, по крайней мере, увеличиваются. Нас тут интересует не просто экстенсивная, еще и аддитивная величина. Энергия и объем, чем хороши? Мы две системы соединили, у них общая энергия – это сумма, общий объем – это сумма. А что будет с объемом фазового пространства? А объемы фазового пространства, как легко понять, перемножаются. Потому что, если каждая подсистема может находиться, например, в трех состояниях, тут один, два, три, и здесь один, два, три. То общее количество комбинаций, в каких одно и второе находятся, у нас уже будет, соответственно, 9 штук. Такая величина, вообще говоря, неудобна. Поэтому, вводят величину, которая, но, тем не менее, ее ввести можно, количество состояний, приходящихся, или количество вот этих вот условных клеток, про которые я говорил, но еще не объяснил, что это такое. Вот, скоро объясню. Приходящихся на одно макросостояние. Это величина G, мы ее будем называть. Есть такое слово, статистический вес. А тут вот какое-то G0 будет, тут вот какое-то G1 и так далее. Если мы две системы склеиваем, то у нас получается, что G общее это есть G, значит, первая система, у нас на G второй системы. Если я хочу аддитивную величину, естественно, мне надо взять аддитивную величину, связанную с G. Что мне надо сделать? Взять от нее логарифм. И я получу величину, которая называется S. Значит, в каких единицах ее мерить, это наш произвол. Вот я этот произвол засуну в буковку K. Она, собственно, за единицы измерения и отвечает. Логарифм возьму натуральный, поскольку изменение основания у нас только меняет коэффициент спереди. А коэффициент я уже и так какой-то ввел. Пусть будет натуральный. Итак, K, логарифм G. Мы обзорим вот эту вот штуку энтропия. И мы знаем, как она себя ведет. Что раз система в конце концов прибежит в самую большую область, значит, энтропия, как логарифм, сколько клеточек в этой области, тоже в конце концов придет к максимуму. А отсюда мы сразу можем получить очень интересные вещи. Во-первых, я продемонстрирую, как вводится температура. Предположим, есть у нас две системы, которые в состоянии обмениваться энергией. Причем обмениваться именно теплом. Мы знаем, что энергией можно обменяться за счет совершения работы. Можно за счет прямого переноса частиц из одной системы в другую. В данном случае мы будем обменяться теплом, то есть дать им контакт. Ну, возможно, через излучение, возможно, через стенку. У нас энергия перетечет. Итак, вот одна система, вот другая. Все вместе они помещены в замкнутую оболочку. Общая энергия не меняется. И вот сюда может курсировать какое-то дельта Е. Давайте запишем, какому будет изменение энтропии, если у меня вот это дельта Е перебежит. Значит, ДС. Это, естественно, будет ДС по ДЕ первой системой. Ну, вот давайте пока садим первой системой. При постоянных, соответственно, объемных чиселей частиц умножить на дельта Е. И вот из-за того, что энергия связана, энергия сохраняется, значит, эти штуки у нас связаны. И мы тогда напишем, что дельта Е1 это будет у нас просто дельта Е, дельта Е2 это минус дельта Е. То есть энергия перешла отсюда сюда. Тогда что мы получаем для ДС? Значит, ДС в результате это ДС по ДЕ, ДС1 по ДЕ минус ДС2 по ДЕ умножить на дельта Е. И тут, соответственно, все. Да. Штопки вот эти и тут, соответственно, при постоянных веществе. Значит, что у нас получается? Если, раз мы знаем, что энтропия достигла максимума, значит, уже маленькое перемещение энергии туда-сюда не будет влиять на ДС. То есть она будет влиять только во втором порядке. А в первом порядке никакого влияния не будет. То есть еще раз. Мы предполагаем, что вот эти системы пришли в равновесие какое-то, обменивались энергией до тех пор, пока энтропия не долезла до максимума, пока общая система не попала в свою самую большую клетку в фазовом пространстве. Самое любимое макросостояние. После этого мы понимаем, что... Значит, мы пришли по энергиям в максимум, вот это здесь, энтропия, вот Дельта Е. Мы где-то вот здесь. То есть любое небольшое изменение у нас не приведет к изменению С. Это и есть условие максимума. Отсюда мы получаем, что у нас скобка вот эта должна быть равна нулю. То есть условием того, что две системы выровнялись, пришли в равновесие, является вот какой факт. Что... Значит, ДС1 по ДЕ при постоянных вариантах равно ДС2 по ДЕ. Или тех же самых постоянных. Значит, это все не просто так. И мы могли бы попробовать смоделировать какую-нибудь из этих систем, чтобы вообще посмотреть, а как у нас энтропия от энергии, изменение энтропии от энергии зависит. Мы увидим, что, как правило, значит, в большинстве каких-нибудь модельных систем, если у нас энергии в системе уже много, то есть, вот здесь я буду откладывать энергию, а здесь... Нет, тут я буду откладывать общую энергию в системе, а здесь я буду откладывать ДЛТС, ДЛТС, вот ДЛТЕ. Мы увидим, что вот это вот изменение, оно все меньше и меньше. То есть, когда у нас в системе энергии было очень мало, мы добавили туда чуть-чуть энергии, логарифм числа состояний возрос сразу очень сильно. А если там вот так уже куча энергии была, и мы еще туда добавили, то логарифм этот возрастает не очень. То есть, вот эта вот производная, она на самом деле падает с энергией. Можно тогда рассмотреть другую штуку. 1 поделить на ДСОДЕ при постоянных ВН. Вот эта вот вещь наоборот растет при увеличении энергии системы. еще она выравнивается, когда, значит, две системы, двух систем разрешили обмениваться энергией, причем не разрешили обмениваться ни объемом, ни частицей. Естественно, все, что могли системы это делать, это передавать тепло, а то, что при этом выравнивается, это температура. Вот, естественно, вот эту штуку объявить температурой. чтобы температура шла в сторону меньшей температуры. Да, 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 совершенно верно. То есть, если бы мы сделали вот наоборот, не перевернули эту штуку, тогда у нас энергия перетекает в сторону большей вот этой производной, естественно, чтобы увеличить энтропию. и когда мы хотим определить температуру, нам хочется наоборот, что тепло, как бы сверху вниз. И тогда мы в качестве температуры берем вот эту вот вещь. По счастливому совпадению, можно так сказать, эта величина с точностью до коэффициента, на который мы влияем, просто выбирая единицы измерения, совпадает с идеальной газовой температурой. Это нам так повезло. Спрашивается, а если бы не совпадало? Мне на чего-то кажется, что физики все равно ввели бы вот эту штуку, как температуру, а в трубу обозвали как будильщик. Потому что вот настолько фундаментальная вещь. В общем, фундаментальнее придумать просто сложно дальше. Так, значит, прежде чем сказать, какие еще штуки можно ввести при помощи вот такого же вот такого же трюка, можно сказать, или такого рассуждения. Прежде чем об этом рассказать, я немножко еще поговорю об определениях других величин, например, что такое тепло, что такое работа. Потому что мы это использовали сейчас в таких исходя из каких-то таких своих знаний предварительных, можно сказать, термодинамических, что статфизика может сказать об этом. Значит, от чего у нас вообще зависит энтропия? Как можно подойти к вычислению энтропии в какой-то системе? Нам тогда уже все-таки надо знать, что же из себя представляют эти клетки фазового пространства. И я сейчас нарисую картинку, грубо говоря, очень маленький кусочек возьму из квантовой механики. Больше мне ничего не понадобится, только одна единственная картинка. Представляю себе, что частица заключена в ящике, из которого вылететь она не может. Все, что мне надо от квантовой механики, это то, что частица представляет собою волну. И более того, значит, в принципе мы знаем, что бывают какие-то хитрые эффекты, что эта волна может немножечко залезть в ту область, куда обычная классическая частица не попадет. Нам это здесь все не нужно. Нам нужно, чтобы эта волна удобно уложилась в этом ящике. В общем-то, в данном случае то же самое, как электромагнитная волна укладывается в резонаторе. То есть все, что мы хотим, это чтобы у нас целое количество полумолн уложилось на длине вот этого вот ящика. Вот один вариант, вот второй вариант, вот третий вариант и так далее. Значит, я могу тогда эту волну записать как даже не буду писать пресловутую букву Пси функцию, просто нечто, что описывает мою частицу, это вот как оно пропорционально синус к х. Тут у меня будет 0, тут у меня будет L длинная ящика, вот этому вот пропорционально та штука, которая описывает частицу. значит, значит, вот эта вот самая k, она естественным образом связана с длиной волны. Да, поскольку длина волны это как раз когда вот эта вот штука изменится на 2, то есть k умножить на лямбда, это у меня 2, таким образом лямбда это 2 петли на k. Ну или наоборот k2 на лямбда. Почему я вот в этой форме представил? Дело в том, что с вот такой величиной вот так связанной с длиной волны оказывается связан импульс частиц. Вот единственная штука, которую я возьму из квантовой механики, возьму без доказательства, нам если мы в нее поверим, то можем многие формулы быстро написать и доказать и рассчитать разные теплоемкости и так далее. Кто ходил на мой курс, есть такие товарищи, мы там это делали. А сейчас я даже не буду заморачиваться. Главное, что я могу сказать, что это это у меня h умножить на k, где h это постоянная планка. В принципе, та же самая связь, которую мы знаем для фотонов. Для фотонов знаем, что v равно h умножить на омега квант цвета. Если мы разделим это все на c, то мы получаем вот это вот p, а вот здесь вот k. Омега делить на скорость это k. Вот такая связь для фотонов, такая связь она оказывается и для всех квантовых частиц, нерелитивистских, между импульсом и волновым числом. Или я могу сюда длину волны написать, что это будет 2 pi h с чертой поделить на ля. Ну, а если меня интересует обычная молекула, у которой фотон я стираю, у которой e равно p квадрат на 2m, то я получаю, что это у меня 2 pi h в квадрате поделить на 2m лямбда в квадрате. Ничего с ним. Теперь как у меня длина волны связана с длиной ящика. лямбда это у меня из длины ящика поделить на n. Так, двоечку тут еще надо поставить. Соответственно, 2l поделить. ну, в общем, короче говоря, если я подставлю это сюда, мне уже не так важны все эти вещи, значит, я получаю, что лямбда у меня пропорционально 1 на n, еще минус 1, подставляю сюда, e у меня будет пропорционально n квадрат. То есть, короче говоря, речь идет о том, что вот в такой вот одномерной так называемой потенциальной яме у меня есть уровни энергии, которые идут друг за другом все выше, выше и выше. Не очень важно, где именно они находятся. значит, вот эту я сейчас картиночку оставлю, потому что мы на нее будем смотреть. Вот, теперь будем делать из этого самые разные выводы. Значит, сначала так вот представим себе некую штуковину, которой много-много уровней энергии. Ну, сейчас я рисую так, что они чаще идут с высотой. Реже они или чаще. Это зависит от ситуации, зависит от размерности системы. Пока что для моих рассуждений это не очень важно. Значит, в чем состоя... с точки зрения такой картинки? Что такое разные состояния системы? Разные состояния системы это когда у меня по-разному частицы сидят на уровне. Вот одно распределение частиц по уровням. Я могу эту частицу отсюда снять, посадить сюда, а эту отсюда снять, посадить туда. При этом даже полная энергия допустим не изменилась. То есть даже для константной энергии я могу придумать много различных распределений частиц по уровню. И что касается макропараметров, то конкретный вариант распределения частиц по уровню, где какая частица или где сколько частиц сидит, не так важен. То есть вот в этом распределении и сидит грубо говоря наша вся энтропия. Какие частицы где или на каких уровнях сколько. ну а раз так раз энтропия сидит там то когда мы передаем сюда энергию увеличивая энтропию соответствую с вот этой вот штучкой как у нас энергия приходит частицы лезут все выше выше и выше вот отсюда они уходят на более высокий уровень с другой стороны что это за что это за тип энергии тип передачи энергии я же здесь не менял ни объем ни количество самих частиц то есть это именно передача тепла итак передача тепла у нас связана с тем что частицы запрыгивают на все более и более высокий уровень а с чем будет связана работа совершаемая над системой как ее на этой картинке показать очень просто давайте сюда посмотрим если мы меняем размер ящика где у нас L сидит вот у нас фактически лямбда была 2L делить на N соответственно лямбда пошла сюда в знаменатель можно сказать вот так вот N на L минус 1 а тут тогда будет N на L квадрате итак энергия вот когда я увеличиваю L уровни энергии будут ползти вниз то есть если я растягиваю ящик то они у меня все сползут вниз предположим у нас адиапатическое расширение энтропия не изменилась энтропия в чем связана с тем сколько у нас вариантов распределения частиц по уровню при этом именно по состоянию не так важно где сидит конкретный уровень а важен грубо говоря его номер важна клеточка в которую мы попали а не ее расположение на вот этой вот оси итак адиапатическое расширение это что такое это когда у нас частицы как прибитые сидят на этих уровнях и вместе с ними опускаются вместе с ними все опускаются без перескоков и вот это вот означает что система отдает энергию совершая работу над внешней средой а тепла не передает значит вот такая модель такой способ думать про тепло и про работу почему этот способ вообще хорош чему он помогает сейчас в принципе за всем за этим стоят вполне строгие теоремы стюар-механики и сквантовой механики то есть стюар-механики есть интегральный вариант там интеграл по периодическому движению от импульса интегральный вариант который не меняется когда мы медленно меняем параметры системы его так и называют адиопатический инвариант в квантовой механике этому уже адиопатическому варианту при правилах квантования Бороза Мерфейда сопоставляют номер уровня на котором сидит система ну и соответственно при адиопатическом измерении изменение этот интегральный вариант то есть номер уровня остается неизменным можно и без квазиклассики можно строго в квантовой механике показывать теорему что при адиопатическом медленном изменении параметров системы система остается на том же самом уровне то есть за этим размахиванием руками стоят вполне конкретные теоремы ну а теперь а я продолжу размахивать руками у меня это больше вот сейчас вообще вот типичный случай именно размахивания руками но это позволяет понять некую задачу которая без этого кажется ну как не очень понятной вот известная задачка которая попадает на лабораторных первого курса берем мы стальную проволоку и адиопатически ее растягиваем и она от этого охлаждается почему что такое случилось вроде бы над ней совершили работу передали ей энергию а она взяла и охладилась всегда ли так бывает нет не всегда берем резиночку растягиваем адиопатически нагрелась что ж такое это это нагрелась это охладилась с чем это связано оказывается это напрямую связано с тем что стальная проволока при нагревании расширяется резиночка в свою очередь при нагревании сжимается ну вот так она так у нее там хитро переплетены длинные ее полимерные молекулы но как эту связь не на уровне производных которые надо просто выписать на бумаге как эту связь в голове уложить с помощью какой-нибудь модели мне кажется что такие модели это важное дело они позволяют ну это так сказать понимание которое роль компаса играет когда мы решаем какие-то конкретные задачи мы должны понимать туда забрели или не туда забрели итак давайте попробуем нарисовать какую-нибудь систему которая ну самое простое при нагревании расширяется значит делаем вот что рисую уровни энергии в зависимости от растяжения дельта л или относительно удлинение естественно что даже при нуле температур когда все подсистемы не важно что они представляют сидят на самом нижнем уровне энергии она ведет себя как вот так мы удлиняем вынуждены тратить на это работу дальше что есть предположим мы следующие уровни энергии для подсистем сделаем вот так как будет себя вести как будет себя вести эта система если мы ее нагреем вот у нас эта система при нуле сидели здесь теперь некоторые полезны сюда 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 но никакого резона расширяться мы понимаем что на этом графике уровня надо расположить не так чтобы она хотела расширяться нам эти ну в первом приближении в самом простом случае параболы надо немножечко посдвигать сдвинем их вот так вот и если у нас каждый следующий минимум все сдвигается вправо то после того как мы некоторое количество частиц сюда переверим давайте я нарисую вот так более лучше видно где единственный номер который пишет нормально вот так и сразу видно что они хотят вот те которые сверху хотят к своему минимуму а те которые еще выше хотят к своему минимуму а вот эти вообще сюда ну и система при более высокой температуре установится на каком-то в каком-то состоянии растяжения которое обеспечит общий минимум энергии в конце концов короче говоря она растянется после того как у нее нагреть давайте посмотрим давайте давайте я тут сразу рядом нарисую вторую систему естественно что вот так будет выглядеть система которая при нагревании будет сжиматься если у нее вот так вот уровни энергии удлинения себя ведут то мы ее греем она мы ее греем она хочет вот сюда и она сжимается так вот чем эти параболы друг от друга отличаются они сдвинуты они просто сдвинуты положение равновесия да совершенно верно у них сдвинуто положение равновесия но одновременно мы сразу видим что когда мы их друг относительно друга смещаем и положение равновесия сдвигаем у них вот эти вот края становятся ближе значит мне нужно будет сказать еще одну небольшую речь про распределение ну она совсем проста значит если мы я не буду сейчас выводить но есть такое замечательное распределение которое называется распределение гипса это вероятность того что под системом значит вот у нас есть термостат и есть какая-то подсистемка небольшая которая с термостатом находится в термодинамическом равновесии соответственно при какой-то температуре пусть я хочу эту подсистемку рассмотреть случай когда она в данном микросостоянии то есть не только еще не только при данной энергии но еще при данной энергии про нее все-все-все известно совершенно определенное квантовое состояние какова вероятность что именно в этом квантовом состоянии система окажется оказывается это вероятность от энергии этого состояния и температуры зависит следующим образом значит E в степени минус E энергия этого состояния на КТ. В принципе, рассмотрев вот этот вот обмен и написав эту формулу, мы это распределение немедленно получаем. Тогда что мы отсюда можем сказать по поводу того, как наши частицы сидят по уровню. Вот здесь частиц поменьше, здесь побольше, здесь еще побольше. Я пока что рисую для случая, когда у нас уровни энергии идут равномерно. Короче говоря, самое главное, что характерное расстояние, когда у нас частицы начнут заканчиваться, вот тут наверху, это КТ по энергии. Потому что, когда мы существенно дальше этого расстояния пойдем, все, там уже вот этот экспоненциальный множитель все задает. Я нарочно сейчас пропускаю такое важное понятие, как плотность состояний, там будет время, мы про него поговорим. Короче говоря, что важно, что характерное расстояние, до которого, грубо говоря, налиты частицы, начиная от некоторого дна. Что такое дно, мы тоже еще поговорим. В общем, характерное расстояние, до которого они налиты, это как раз и есть температура. Вот теперь давайте смотреть сюда. Мы взяли эту стальную проволочку, и теперь вместо того, чтобы потихонечку нагревать, мы ее взяли при определенной температуре. Вот она вот тут сидела, и резко дергали. И она попала сюда. Резко, то есть адиабатически. Тепло мы не давали ей передавать, а только совершили над ней работу. А мы знаем, что в этом случае совершения работы, в случае адиабаты, у нас перескоков между уровнями нет, они как на них сидели, как и остались, и поехали вместе с самими уровнями. Но теперь, из-за того, что мы эти параболы сместили сюда в сторону, тут между ними расстояние меньше, чем было вот здесь. Здесь мы просто брали те же самые параболы и смещали вот сюда. Значит, здесь они друг к другу ближе. А вот это и есть характерное расстояние между частицами, которое раньше было вот такое. Стало вот такое, а это и есть температура. И вот как понять, почему они обязаны стать ближе, почему работа совершается. Они все поехали наверх, но при этом стали ближе. А именно их расстояние характеризует температуру. И наоборот, если мы растягиваем резинку, которая вела себя вот так, они встанут дальше из-за этого андиопатического расширения. И тем самым температура ее повысится. Значит, еще одна задачка, которую можно рассмотреть таким же нехорошим, нечестным и нестрогим образом. Ну, самое тут главное нечестность, я не знаю, что это такое. Что это я тут такое нарисовал? Это уровни энергии чего? Что тут является подсистемой? Девчонки его знают. Наверное, как-то можно выбрать подсистему и из общих соображений вот они как-то себя так должны вести. По крайней мере, понятно, откуда связи возникают между тепловым расширением и вот этим вот поведением. Не, ни в коем случае. Не атом. Для твердого тела в общем-то плохо брать подсистему атом. Собственно, грибания решетки или что-то вот у нас. Ну, хорошо. Давайте теперь я еще нечто похожее нарисую. и покажу тоже такого рода связь. Значит, я сейчас начинаю рисовать и немножко сомневаюсь, что у меня получится это сделать так, как я хочу практически без формул. Может быть, я что-нибудь напишу без доказательств. Задача следующая. имеется газ двухатомных молекул. Мы этот газ греем до температуры, когда молекулы практически начинают диссоциировать. Что у нас будет происходить с теплоемкостью? Дело в том, что вообще-то тут про теплоемкость можно много говорить. Вот это будет температура, это теплоемкость. я сразу расскажу, как ее считать можно. Если мы знаем, как именно уровни расположены, то мы можем сосчитать среднюю энергию. Как сосчитать энергию? Есть такой вот замечательный интегралчик от нулевой до бесконечной энергии по всем состояниям. То есть надо просуммировать энергию, которая приходится на каждое состояние. Значит, в состоянии в неком диапазоне энергии может быть много, а может быть мало. За это отвечает функция, которая ρ от e я напишу, это плотность состояний в пространстве 1. Придется немножко написать, а то будет совсем непонятно, совсем рукомашество, другоможество. Значит, вот это количество состояний в данном диапазоне. Здесь я должен написать некую функцию f от e, функцию распределения. которая отвечает за то, сколько частиц сидит в одном состоянии. В одном определенном состоянии с такой энергией. То есть у меня в одном состоянии может быть несколько частиц. За это отвечает вот эта функция. Кроме того, в диапазоне энергии может быть несколько таких состояний. может быть даже при строго одинаковой энергии несколько состояний с частицами. За количество этих состояний отвечает ρ от e на d e. И соответственно все вот эти состояния в данном диапазоне энергии имеют примерно энергию e. Вот на нее домножаем. И соответственно эти все энергии складываем и получаем полную энергию. Так полная энергия считается. естественно что ее производная d e по d t при постоянном v это будет наша теплоемкость при постоянном объемке. Это наша cv. Так вот как она себя ведет. Во-первых это у нас двухатомный газ. Соответственно для него я не буду рассказывать но это тоже из этой картинки можно получить. что 5 вторых r это малярная теплоемкость этого газа. При этом 3 вторых идут на перемещение которое вот собственно вот тут я записываю только в трех координатах и еще r на вращение. Дальше мы греем 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 в какой-то момент у нас теплоемкость начнет расти и дорастет до 7 вторых. Это почему? Это у нас включились колебательные уровни. Что значит включились? Дело в том что у нас самые колебательные уровни идут с очень большой частотой. Вот один а следующий уже очень высоко. То есть вот самый нижний колебательный уровень и к нему прибавляется еще энергия вращения и поступательная. Это небольшие энергии. Соответственно они вот так все разнуты а следующий колебательный вот аж и если у нас температура вот тут вот такая вот такая температура вот КТ оно не достает она туда и сильно не достает тогда здесь практически не будет частиц а это значит что что есть эти уровни что их нет они совершенно не участвуют в короче говоря в работе то есть оказывается что для теплоемкости это я не буду доказывать важнее всего те уровни которые вот в этом диапазоне более того если мы хотим сравнивать теплоемкость с будем ее отсчитывать от величины R то в первую очередь для нас будет важна производная плотности уровней причем в районе КТ вот что будет важно это будет добавка к теплоемкости R если она большая то у нас будет большая теплоемкость но здесь она будет такая она будет определяться определяться только колебательными и поступательными уровнями а вот когда температура вырастет сильнее и станет уже гораздо больше чем вот это расстояние тогда у нас на полную катушку включатся колебательные уровни плотность уровней вырастет и будет больше теплоемкость но это еще не самое интересное то есть можно сказать что число степеней свободы зависит от энергии да фактически так если мы берем скажем атом водорода там если энергия достаточно велика мала чтобы электрон сидел на основном состоянии то этого атома водорода всего 3 степени свободы он движется как-то добавим энергию чтобы электрон начал прыгать с уровня на уровень и там будет уже 6 степеней свободы 3 у электрона 3 у протона а если скажем добавим совсем много энергии чтобы внутри протона начали кварки колебаться то будет еще больше но это будет уже принесу свет на своих температурах но интересно что вот что у нас происходит как раз в процессе оказывается вот интересный кусочек когда у нас начинают включаться некоторые степени свободы он происходит при диссоциации этой молекулы как себя должна вести теплоемкость просто из общих соображений энергия диссоциации она достаточно велика с другой стороны с другой стороны интеграл вот этого дела это и есть поглощенная энергия то есть в районе температуры диссоциации я давайте перерисую этот график в другом масштабе вот наши 5 вторых вот наши 7 вторых и вот она как-то вот так пошло а вот температура диссоциации вот что будет с теплоемкостью а потом она развалится на отдельные атомы и будет уже 3 вторых на каждый атом то есть вот в этом вот печке его площадь его площадь фактически энергия затраченная на диссоциацию этих молекул теплоемкость резко выросла как это можно объяснить с точки зрения вот этих вот уровней энергии оказывается замечательно объясняется давайте посмотрим как уровни энергии молекулы плотность этих уровней ну зависит от энергии вот энергия связи двух молекул это очевидно функция какая-то двух атомов это вот вот такая функция да значит совсем близко они сближаться не хотят на бесконечности энергия ну и на бесконечном расстоянии вот какая-то не очень большая отрицательная энергия когда они сошлись вместе и связались в одну молекул соответственно тут этому соответствуют какие-то уровни энергии так чтобы получалось ну это то что называется квазиклассическое приближение целое число длин волн должно уложиться на вот этом вот промежутке что будет при в области близкой к диссоциации диссоциации это у нас вот тут вот при этих энергиях а там у нас вот какие уровни они идут очень близко друг к другу потому что очень большое расстояние вот досюда где все заканчивается да очень большое расстояние поэтому вот это вот n эффективное оно громадное ну а расстояние между двумя уровнями оно порядка значит де по дн умножить на дельта n дельта n это единица ну короче говоря это получится порядка вот отсюда берем порядка n поделить на l квадрат вот это расстояние между двумя уровнями оно обратно пропорционально l квадрат а l здесь очень большое почти уже разрываются и находятся далеко друг от друга и получается что получается что плотность уровня энергии здесь резко резко возрастает ну если тогда цитат расстояние между уровнем соответствует частоте обращения умножить на постоянное да частоты соответственно огромные времена большие частоты соответственно очень частоты маленькие и соответственно очень в пределе когда мы стремимся к параболическому движению то у нас частота стремится к нулю вперед бесконечно вот а значит дальше мне остается сослаться на вот эту вот штуку что производная в районе кт она это можно быстренько выяснить взяв по частям этот интеграл но я обещал особо формулами не заморачиваться а побольше рассказать так вот вот это производная в этой области она нам дает очень большую добавку к r то есть эта производная здесь огромная и вот она то и делает нам этот самый скачок то есть очень плотные уровни соответственно очень много беспорядков рассаживания частиц по этим очень близким но тут важно что если бы они были плотные изначально такого эффекта не было не возросло именно в том дело что как раз туда они сейчас запрыгивают именно эти уровни сейчас начинают заполняться при температурах когда кт у нас так ладно а теперь давайте к более хитрым вещам перейдем ну нет еще не совсем более хитрый еще немножко простого размахивания руками вы увидите что много можно задач в эту штуку уложить значит не знаю как вас меня с детства раздражали термодинамические функции раздражали своей ненаглядностью я сейчас я с ними уже примирился ну с тех пор как могу размахивая с вами про них рассказать значит что такое например свободная энергия значит мы знаем что свободная энергия по определению это есть работа совершенная при постоянной температуре то есть соответственно температуру мы фиксируем вот наша формула что DE это TDS минус PdV PdV так а теперь я даже не знаю мне не надо формулы я вообще без формулы обойдусь я могу записать что F это у нас соответственно E минус TS то есть что вот это за что вот этот член отвечает мы должны выбросить лишнее тепло потому что если например над системой производят работу надо выкинуть лишнюю энергию чтобы у нее не возросла температура да вот это постоянно вот а ну соответственно ну да фактически я я просто думаю стоит мне что-нибудь писать по этому поводу нет я нарисую я просто сразу возьму и нарисую что это означает что это означает означает это того что вот мои уровни энергии я их начинаю поднимать наверх за счет чего за счет того что давлю на эту стенку я ее давлю 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 они едут вверх и тем самым совершается работа но к сожалению частицы вместе с уровнями тоже наверх поехали это меня не устраивает я хочу сохранить постоянную температуру поэтому я выбрасываю лишнее тепло так чтобы расстояние до которого частицы налиты было примерно то же самое то есть я их я сдавил они выехали а я забрал тепло и они попрыгали вниз я еще сдавил они еще выехали наверх я еще забрал тепло они опять попрыгали вниз и вот можно себе представить такую вот штуку что я давлю уровни едут подбрасывают частицы они по дороге наверх частицы все время стоят на одном и том же уровне на одной и той же высоте и вот так вот они налиты заполняем бочку у которой есть дырка да вот здесь вот дырка и они выливаются условно говоря либо наоборот наоборот можно записать энтальпию как тепло переданное при постоянном давлении вы еще не говорили про то что такое давление если в двух словах я тут как раз стер как у нас выравнивается как выравнивается температура точнее обратная температура точно так же если я разрешаю обмениваться еще и объемом начинает выравниваться величина ну ТСПТВ вот а эта величина она как раз оказывается равной П на Т поскольку температура выравнивалась то и если я разрешаю обмениваться энергией и объемом то и выравнивается и давление значит с другой стороны с точки зрения вот этой вот что такое давление вот 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 это вот мне важно то есть давление у нас вот в этом члене стоит то есть оно отвечает за то что энергия уменьшится при значит изменении объема и чем больше давление тем сильнее уменьшится энергия когда я раздвину этот вот кусочек эту всю штуку замечательно а после этого после этого я могу сказать что это то насколько сильно частицы сидящие здесь хотят вниз то есть если нам если я раздвину эту штуку а уровни вместе с частицами сильно просядут давление большое вот оттуда я вижу что у меня сильнее проседают высокие уровни да вот у меня когда я изменю L то у меня изменение энергии будет пропорционально N квадрат то есть частицы с большим импульсом сильнее давят на стену да сильнее давят на стену да сильнее хотят расшириться суп мы это вроде бы и так знаем но полезно лишний раз убедиться так вот с энтальпией как получается что надо чтобы они давили с одинаковой силой а мы будем туда накачивать тепло но силу давления нам и обеспечивает то насколько стенка тут прижата с обратной стороны поэтому мы накачиваем сюда тепло частицы лезут выше и начинают сильнее давить стенка отодвигается уровни проседают частицы значит до тех пор пока не стабилизируется давление мы еще накачиваем их наверх частицы опять лезут выше еще сильнее давят еще сильнее просаживают уровни стенка значит отодвигается уровни проседают вот и вот вот такое вот количество тепла накачиваемое вот в таком процессе называется характеризует изменение энтольпии это вот такая теперь более наглядная вещь для меня стала не знаю как для вас для меня стала нагляднее после этой картинки вот а значит теперь давайте я перейду чтобы немножко ну хотя бы анонс сделать на следующие вещи тут как раз Михаил Геннадьевич говорил мне что не хочу ли я сделать двойной в двух частях свой доклад в том чтобы часть интересных эффектов перемести на следующий раз я сказал я не знаю сколько я успею в общем много остается на следующий раз но я попытаюсь хотя бы часть вещей рассказать значит то что я буду рассказывать дальше значит это касается таких интересных вещей как поведение вырожденного фермигаза вырожденного базе газа что такое вырожденный фермигаз где он встречается это электронный газ в металлах это нейтроны в нейтронных звездах это электронный газ в белых карликах а почему он так называется что такое ферми частицы что такое базе частицы это вот еще одна небольшая штука из квантовой механики последняя которая мне понадобится тут даже форму писать не надо просто надо сказать что оказывается все частицы в мире делятся на два типа значит есть фермионы например электроны то есть электроны принадлежат к типу ферми частиц они ненавидят сидеть в одном и том же квантовом состоянии собственно их посадить в одно и то же квантовое состояние два электрона нельзя это не связано с тем что они одинаково заряжены два нейтрона которые не заряжены вовсе тоже нельзя посадить в одинаковое квантовое состояние базы частицы наоборот ничего против не имеем. Как хотим, столько сажаем в одинаковое атлантовое состояние. Да. Ну вот то, что они любят, это... Я про это немножечко поговорю, в каком смысле они любят. Можно сказать, что если у Азоны есть выбор, в какое состояние прыгнуть, он предпочитает прыгнуть, то состояние где уже есть, либо... Где их больше. А вот оказывается вот этот вот эффект что бозоны туда хотят, он напрямую связан с таким свойством и фермионов, и бозонов, как неразличимость одинаковых частиц. Вот это очень важно, потому что как, например, древние греки представляли атом. Ну вот этот атом это был какой-то твердый шарик. Мы хотим, мы за ним следим, куда он летает. Там можем мелом на боку написать у него номер 32, и смотрим, куда он летит. На боку электрона мы не можем написать номер мелом, но дело не только в этом. Дело в том, и я вот сейчас буду говорить опять-таки нехорошие вещи, которые я себе не позволил бы, если бы это был доклад, ну, скажем так, теоретического типа, да, где я хочу написать формулы, и мне не так, мне важно какой эффект я получу. Здесь мне скорее важна интерпретация, причем интерпретация, которая позволяет как-то об этом эффективно думать, чтобы можно было задачку решать. Так вот, по поводу неразличимости. Можно так думать, что все электроны во Вселенной это в некотором смысле один и тот же электрон. В некотором, в очень странном смысле, уже их, конечно, много, а не один. Можно сказать, вот хотите, говорите даже, что электрон это воплощение некой единой электронной сущности, да, которая во многих количествах растиражирована. Ну, сказать я могу что угодно. Что это значит с точки зрения формулы? Это значит одну совершенно конкретную вещь с точки зрения волновых функций в квантовой механике. И, в общем-то, это значит, что когда я пишу волновую функцию электрона вот здесь, вот тут вот, я не могу забывать ни про тот электрон, который в том углу аудитории, ни про тот электрон, который на альфа центра. Но про них все-таки обычно забывают и ничего страшного не случается, потому что они не взаимодействуют с нами. Они никогда не провзаимодействуют. Но если я надеюсь, что такое взаимодействие когда, хоть когда-нибудь произойдет или думаю, что оно когда-то было, я обязан писать общую волновую функцию на все электроны, которые вообще в деле поиски. По крайней мере, на все, которые участвуют в задаче. Вот это вот очень существенная штука, потому что она не дает мне использовать в качестве подсистемы вот этой вот один-единственный электрон. Не позволяет. Я не могу его выделить, поместить в банку и сказать, все, слежу за этим электроном. Особенно, если речь идет об электронном газе. Единственное, что я могу сказать, есть столько-то электронов в первом состоянии, столько-то во втором, столько-то в десятом. Ну, на самом деле, про электроны тут все просто. Там либо 0, либо 1 в первом, втором и десятом. Про базоны какие-нибудь, про атомы, гелия-4, например, можно сказать, что вот в первом состоянии 50 атомов, во втором 140 атомов, в третьем 56 атомов. И я не имею права говорить, какие где. Иначе я просто получу противоречие с наблюдением. Можно пополнить всякие что-то типа парадоксы гипса и так далее. Я не буду про это долго говорить, потому что это у нас далеко за видео. Но что отсюда можно получить? Во-первых, можно получить функцию распределения вот эту для фермионов и бозонов. Значит, мой план сейчас состоит в следующем. Я их напишу, это совсем быстро, и покажу, что следует из волновой функции для фермионов. А, значит, тогда ежели мне будет предоставлен предоставлена следующая неделя, то как раз про это поговорю подробнее. Значит, смотрите, какая вот эта вот функция ф от е для фермионов и для бозонов. Для различимых частиц у нас фактически состояние было под системой можно было брать частицу, и это f от е это могла быть функция типа вот значит, минус е на кт, но на самом деле тут надо еще химпотенциал так называемый писать. Ну, было бы вот так. Но с химпотенциалом тут некий вопрос, потому что химпотенциал обычно пишут для случая как раз когда под системой у нас является не отдельная частица, а уровень. И нас интересует сколько частиц на этом уровне энергии, состоянии, сколько частиц в данном состоянии. Так вот, n для фермионов это у нас вот такая штука единица на е минус мю на кт плюс один. Это фермионы. Для бозона вот эта вот вещь, ну, она же f от e, которая стоит в том интеграле, это один на е минус мю на кт минус один. Но это приводит к принципиальному различию своего поведения. Значит, мы увидим, что для фермионов заполняются все более и более высокие уровни энергии, если мы увеличиваем плотность, наталкиваем частицы, то у нас заполняются вот тут у меня n, вот тут у меня e. Вот я нарисовал вот эту вот функцию, вот это вот у меня уровень мю, а это вот кт. У меня заполняются все более и более дальние уровни энергии по мере того, как я наталкиваю частицы. Если у меня есть там, например, нейтронная звезда, которая сжимается, я наталкиваю в одну область все больше и больше нейтронов, они занимают, вынуждены занимают все более и более высокие энергетические уровни и все сильнее и сильнее давят на окружающее вещество. В результате вот это давление нейтронов вырожденных останавливает коллапс не слишком больших звезд. А здесь все наоборот. Здесь мю у меня отрицательный, когда я наталкиваю бозоны все ближе и ближе и ближе, там получается так, что в конце концов они могут все начать сваливаться в одно единственное самое нижнее состояние. Это называется базе конденсация. Ну, давайте я на этом как раз и остановлюсь, сделаю некий задел на следующие разы. Вот. в качестве рекламы скажу, что вот эти вещи мы, кстати, успели уже все разобрать у меня на факультативе, а происходит он по понедельникам 18.30 в аудитории 415. Это я сейчас запишу. Все желающие приглашаются. Ну, Михаил Кеннадьевич, я каком продолжить на следующий раз? Хотел ли вы продолжать на следующий раз? Уже ближе к квантовому статистике. В форме физики вы позже. Ну, хорошо, тогда ориентируемся, что в следующий раз будет продолжение. Значит, если вопросов нет или есть вопросы? Есть ли вопросы? 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 Ну, ладно, если вопросы к докладчику вдруг возникнут, находите на номер квитатив, пока давайте его поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КИКЮ Продолжение следует...